А я сегодня с вами прогуляюсь еще по одной красивой улице. Вот даже церковь тут у нас старинная опять, Святого Павла. И расскажу вам то, что у меня спрашивают чаще всего. И я на часто повторяющиеся вопросы стараюсь уже отвечать у себя в видео. Так вот, у меня спрашивают, а как вот у вас в Англии, как у вас с онкологией? И вот хочу ответить на этот вопрос. Как с онкологией? Вы знаете, меня этот вопрос тоже удивлял и очень сильно удивлял. А именно тем удивлял, что действительно, вот несмотря на то, что вроде и питаются правильно, и свежий воздух, и все здесь, в общем-то, очищено вроде, чистые улицы, чистая вода. Только странным образом онкологии очень много у людей. Я, например, не скажу, что уж я прям такая тут знаток, но вот даже, судя по тем немногочисленным моим знакомым, именно англичанам, я уже встречала, наверное, пять или шесть человек даже, которые умерли от онкологии, и несколько человек, которые вот сейчас вроде бы как лечатся, проходят какой-то курс лечения, но у них тоже онкология. И я вам скажу, что это очень много, ну потому что я знаю совсем немного англичан. На первом месте по заболеваниям онкологическим это странным образом стоит у них рак груди. Очень много женщин умирает от рака груди. И второе место занимает рак простаты. Уже люди в возрасте. И вот от рака груди как ни печально умирает больше, чем вылечивается. И даже вы знаете, что удивительно, что у них здесь очень хорошая профилактика. Все хают английскую медицину. Как вы знаете, только ленивый не высказался, что медицина отвратительная, что это у них только парацетамол, в любом случае прописывают, больше ничего не знают. Но вот что касается профилактики заболеваний, здесь они, конечно, просто на первом месте. Всех женщин после 45 лет приглашают каждое, по-моему, два года пройти вот мамографию. Бесплатно делают. Я тоже проходила уже несколько раз. И потом присылают по почте ответ. Где-то через полмесяца, наверное, недели через две. Присылают ответ. Если что-то такое там заподозрили они, то они присылают на повторное обследование. Ну вот, невзирая на это, понимаете, от рака груди умирает множество женщин. Дальше у них есть еще тоже распространенный рак. Это рак кишечника. И у них, опять же, тоже есть вот такая вот профилактика рака кишечника. Они, по-моему, каждые два года людям после 60 лет. Даже вам сейчас покажу. Я уже тоже дважды проходила. Вот в такой вот коробочке мне пришла вот эта вот информация. Это так называется тест-кит от НИЧС английской. Это английское здравоохранение, как вы понимаете. Все вот так упаковано. И здесь есть также письмо. Письмо о том, что это профилактика против рака кишечника. Вот здесь вся информация написана, как сделать этот тест себе, как провести, видите. Упаковать. Вот специальный конвертик вот такой. Упаковываете. Вот такой специальный тестер здесь. Открываете, кладете в конвертик, упаковываете и отправляете. Мазочек вот такой, видите. Ну, то есть вы поняли. Я почему показываю? Вы знаете, в этом плане, конечно, английская медицина, она на высоте. По поводу профилактики. Для профилактики кишечника. Рака кишечника вот такое вот проводится каждые два года. В общем, чудесно это все. Единственное, что, конечно, меня удивляет опять, вот на этом вот письме, которое они мне прислали, здесь на обратной стороне есть информация короткая с переводом на каждый язык. Вот видите, арабский, бенгальский, фарси, гуарати какой-то, польский, португальский, пуанджаби, чайнис Китай, чайнис Эназе и урги. То есть есть перевод почти на все языки, но русского никогда здесь не бывало. Вот это тоже обидно, конечно. Вот вы видели, да, как все это просто делается. И точно так же присылают через две недели письмо. Сейчас покажу вам, как оно выглядит, это письмо. Показываю вам. Boil Cancer Screening Program. Приходит ответ каждому лично и пишут вам, что вот сейчас у вас все в порядке. И дальше они объясняют, что старше 75 лет людям уже нужно самим звонить. Дается телефон здесь, чтобы проходить эту профилактику. И опять же сзади та же самая история. На всех языках дается перевод на все языки, кроме русского. Хорошо то, что мне приходится бегать самим, вызванивать на эту занятую линию. Телефон обычно очень занят на ресепшн, и поэтому дозвониться очень сложно. А здесь вам просто присылают письмо. В этом плане, конечно, тоже это очень хорошо. И вот как раз то, что они таким образом загружают и почту свою в английскую королевскую почту Royal Mail, которая у них доставляет письма очень быстро, и которая работает оперативно. В течение суток доставляется письмо в любую точку Англии. Так вот моя соседка Джун, которой 72 года. Удивительно, я не знала. Ну, они обычно, англичане, не особенно делятся всеми этими вещами. У них это не принято. И поэтому, конечно же, я не знала. Но вот случайно, когда мы тут с ней встретились в очередной раз в коридорчике, мы теперь так только как-то друг к другу в гости не ходим. Это тоже не принято. Потом тоже об этом вам расскажу, если желаете, как англичане общаются, как они ходят друг к другу в гости. Интересная тоже история, как они к этому относятся. Так вот, мы с ней в очередной раз встретились в коридоре. И почту она рассмотрела свою, я свою. И как раз там были вот эти вот приглашения на профилактику, обследование рака кишечника. И что-то тут я у нее спросила, говорю, надо же вот это такое легкое обследование. И неужели оно что-то выявило? И она мне тут говорит, да, ты знаешь, Галина, я ведь уже 4 года назад вот у меня именно вот этот вот профилактический такой тест, он выявил у меня первую стадию рака кишечника. И ее срочно пригласили на операцию. Она говорит, мне сделали операцию. Операция очень успешно прошла. И вот уже даже ей не понадобилась химиотерапия, ничего такого. Она просто каждый год приходит и снова обследуется. И говорит, что слава Богу, получилось так, что они успели. Никаких метастазов, ничего сейчас не обнаружено. уже 4 года, все в порядке. И вот она меня этим удивила. Во-первых, удивила тем, что я и знать не знала, как говорится, человек вот так вот с таким заболеванием. Это, конечно, очень сложно. Но она живет одна. И тем не менее, вот видите, выкарабкалась нормально. Ну и я тоже в связи с этим у нее спросила, Джун, я смотрю, что я помню, ты курила. И вот это все, конечно, тоже плохо. Наверное, ты бросила курить, когда узнала, что у тебя рак. Она говорит, нет, к сожалению, я так и не избавилась от этой дурной привычки. И до сих пор продолжает она курить. Так что вот, друзья, что касается здесь онкологии в Англии, я знаю, говорю же вам только по тем случаям, столкнулась я сама с которыми. Было еще две женщины. Вот одной, по-моему, было 60, когда она умерла. Это было, когда еще жив был мой муж, по-моему, в 2012 году. Мне очень нравилась эта женщина. Такая веселая, блондинка, такая всегда яркая, очень хорошо всегда одевалась, за собой следила. И вот она всегда, вы знаете, заряжала тоже всех позитивом. И она организовывала нам вот эти вот такие совместные встречи, игры в крекет. Вот я помню, что она с мужем для пробосклуб членов. Они организовывали вот этот крекет. Я так с ней познакомилась. Ее звали Люси. И вы знаете, вот когда бы я с ней не встречалась, она всегда была веселая, оптимистичная. И в последний раз я помню, тоже поразительная вещь, когда они с мужем организовали очередную встречу, игру в крекет. Я поехала, потому что, я же говорю, что мне она очень нравилась, эта женщина. И она сама встречала каждого человека, объясняла, рассказывала, как это будет все проходить. Очень была веселая, так прекрасно выглядела. И вы знаете, тут еще со мной тоже, она, конечно же, поговорила. И вы знаете, было такое для меня просто страшное известие, когда мне муж, буквально через неделю после вот этой нашей встречи, игры в крокет, он сказал, что, ты знаешь, вот сейчас позвонил муж этой Люси, и он приглашает нас на отпевание, на похороны, фьюнерал своей жены. И я даже не поняла, что и речь идет об этой женщине. Я говорю, да, ну ладно, как-то так я спокойно отнеслась, но муж, зная меня и зная мой характер, он говорит, ты, наверное, не поняла. Это я говорю о той Люси. Ну и вот сказал, что это именно она, там фамилию назвал, с которой мы неделю назад играли в крекет. Я просто обалдела. Я говорю, как? Он говорит, да, она скрывала, она никому не говорила, у нее уже была последняя стадия рака груди, и вот так вот она умерла. Была еще одна знакомая у моей подруги, тоже англичанка, ей было далеко за 70, и вот тоже она умирала постепенно, постепенно от рака. И вы знаете, вот меня, что удивляет еще в этой всей истории, почему они ходят до последнего, почему так происходит, что за лекарства им дают, то ли такие сильные, обезболивающие, потому что, насколько я вот знаю по тому, как протекает болезнь у раковых больных в России, да и для вас, наверное, это не секрет, что обычно человек лежит последние месяцы просто лежит, страдает в постели, ощущает страшные боли, и ни о каких прогулках там и речи нет. А здесь вот я замечаю, что болезнь протекает совсем по-другому. Человек до последнего, буквально до самого дня своей смерти ходит. И хотя люди все равно погибают, и их это не спасает, но все-таки согласитесь, что до последнего ходить лучше, чем лежать и умирать месяцами. так что, что касается профилактики, здесь английская медицина преуспевает. Надо сказать, что не знаю, конечно, других примеров, но даже хотя бы на примере моей соседки получается, что помогает выявить на ранних стадиях вот этот вот рак и спасти человека. Так что, вот такая у нас с вами сегодня экскурсия. Небольшой мой рассказ и ответ на вопрос многих людей, как обстоят дела с онкологией в Великобритании. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Желаю вам здоровья. Берегите себя, пожалуйста. Всего вам доброго. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok